Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, Zen канала, YouTube канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Zen канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте начался новый конкурс на вот такой вот прекрасный Дигл. Ссылочка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте. Народа участвует очень мало, шансы выиграть очень большие. Помимо скинов в CSGO мы разыграем еще и ключи на игры, каждый сможет выиграть. Поэтому залетайте, обязательно участвуйте в этом конкурсе. Ссылки, повторюсь, опять же, есть в описании под этим роликом. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике хочу сделать обзорчик на чипсы Брута. Вот такие вот чипсы. Со вкусом лосось в сливочном соусе. Репленные, кстати говоря, чипсики. Так вот, лично для себя это новиночка, поскольку я раньше эти чипсы не видел. Возможно, кто-то их пробовал. Пишите в комментариях, новинка это или нет. Нет. Возможно, даже пишите, если кто знает, когда они вышли, к примеру, да. Будет интересно почитать и посмотреть. Лично я купил их в каком-то алкогольном магазине. Сколько они? 135 рублей вроде стоили. 120 рублей. Такой диапазон. И в этом алкогольном магазине я заходил периодически в этот магазин. Этих чипсов там не было. И в целом в магазины заходил, вообще различные магазы там, и популярные, и непопулярные. Этих чипсов я на прилавке не видел. Буквально недавно они появились на прилавке. И я их, собственно, и решил почему купить, потому что не пробовал их ни разу. На чипсы Брута у меня на канале довольно-таки много обзоров. И рифленые, и нерифленые. И в такой необычной двойной упаковке там. Пакетик снимается, потом еще одна упаковка уже открывается. На канале, в общем, дофига обзоров. Сможете найти, кому что по вкусу. Прям в поисковом... В поисковике пишите прям в гугле или в Яндексе, неважно. Чипсы Брута, задротство лойло, главное, вставляйте в конце. И там чуть ли не любой ролик можно найти, если есть на канале такой. Собственно, поехали. 5 утра. Самое время делать обзорчики. Поехали. Natural Potato Chips. Натуральные картофельные чипсы. Чипсы из натурального картофеля со вкусом лосося в сливочном соусе. И недавно, кстати, мне... Недавно я читал, точнее. Мне один из зрителей написал в комментарии. Не знаю, зритель. Ну, в общем, зритель. Я просто немного перепутал с подписчиком. Написал мне о том, что на некоторых чипсах пишется... Ну, такая догадочку вкинул. На английском языке, там, допустим, или на другом каком-то китайском языке. Чипсы бывают, да? Почему я, собственно, всегда думаю... Потерял мысль. Я всегда думаю, если вдруг на состав написан на английском языке или в другом каком-то, то это завозится в другую страну. Зритель же вкинул такую идейку. Идейка, можно назвать идейкой. Блин, пять часов мозг не варит уже. Пять утра. Мысль. Мысль такую вкинул, что, возможно, для туристов это сделано. Кто его знает. То есть, хорошая мысль, реально, поразмыслить на эту тему, ну, прикольно. Поэтому, может быть, чипсы и не вывозятся в другие страны. Не импортируются. Кто его знает. Сделано в России крутые снеки из натурального картофеля. Это, собственно, задняя часть упаковочки. Красивая, кстати, упаковка. Не знаю, сразу приглянулась в магазине. Увидел ее. Моментально понравилось. Моментально из-за красоты. И плюс из-за того, что давно я ничего из чипсов не хавал. Ну, были там пару чипсов новеньких. И, в принципе, все. А так, довольно-таки мало чипсов новых выпускают. Поэтому тяжело чипсы искать уже новые. То есть, я там, говорю, уже все магазы облазил. И никаких особо новинок нету. Поэтому обязательно за мои старания поставьте лайкосик. Подпишитесь на канал. Посмотрите, возможно, другие ролики. Найдете, может, что-то интересное. Опять же, через поисковик сможете спокойно найти. Так, ну что, поехали. Чипсы из натурального картофеля. Со вкусом лосося в сливочном соусе. Содержат лактозу, глютен. Может содержать следы рыбы и рака обратно. Лосось в сливочном соусе. Я помню, я делал обзор на Лейс. Лосось в сливочном соусе. И мне как-то не особо понравилось. Потому что как-то такой вкус сырный был, что ли. Так скажем, сырно. Ну, короче, вот это связано все с сыром, с творогом, с маслом. Вот такой вкус. Я такие не ем, я не люблю такое. Поэтому посмотрим сейчас. Поехали. Смотри. Ну, по запаху пока не сказать, что отдает каким-то сыром, отдает картошкой. Обычной. Программы забыл сказать. Здесь 130 граммов, если что. Видно, не видно. Так, поехали. О, ощущаю вот этот запах в лосося. И как раз-таки такой сливочный запах. Ну, не, кстати. Вкус не особо такой насыщенный. Меня это радует. Вкус такой больше лосося. Вот это прикольно. Вкус рыбы. Вкусный. 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 Так, чипсы я, в принципе, более-менее распробовал. Чипсы очень вкусные. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Чипсы довольно-таки приятные для зубов, довольно-таки мягкие. Это уж третье, да? Третье по вкусу. Подведем итог. Вкус. Вкус картофеля, картошки. Вкус. Потом идет вкус лосося. И чуточку там сливочного соуса. Не особо много, но он чувствуется. Вот, в принципе, еще такой, как будто жареный, такой пережаренный вкус еще чувствуется. Гарри, что ли, так скажем. Назовем его так. А так, в принципе, чипсы прикольные и вкусные. Мне нравится. Оценку я им дам. 5 из 5. Однозначно вкусные чипсы. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До скорой встречи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok